Добрый день уважаемые трейдеры, как обычно в понедельник у нас идет видео, посвященное событиям недели, календарь, обзор основных событий, в основном это макроэкономические события. Вкратце в двух словах я расскажу о том, что нас ждет и как рынки могут на это отреагировать, какие события могут произойти. Вы знаете, что на этой неделе у нас будет заседание ЕЦБ, очень важное заседание октябрьское, о нем много говорили и в сентябре нам обещали, что основные решения будут как раз в октябре, так что очень важная будет неделя. Но начнем с понедельника, индекс доверия потребителей выйдет сегодня, не думаю, что настолько он важен, как здесь указано, три красные точки. Вторник у нас деловая активность, тоже средней значимости данные, навряд ли они повлияют на рынки, а вот в среду будут данные по ВВП Британии. Это уже достаточно важно. Посмотрим, что происходит на графике. Вы видите, что ВВП Британии рос куда сильнее до Brexit, который произошел в 2016 году, летом. И даже последние темпы и ожидания по ВВП намного слабее, чем хотя бы 2-3 квартала тому назад. Вот было 1,5%, сейчас ждут 1,4%. Фунт, конечно, уже достаточно сильно вырос, и чтобы ему дальше расти, ВВП должен удивить аналитиков, хотя бы 1,5% и выше показать. Но тут как бы гадать, наверное, не стоит, потому что самое важное это, что будет делать Банк Англии. После, собственно, эту картину Банк Англии видит и понимает то, что происходит, и, видимо, с этим связано то, что в последнее время Банк Англии затих, никаких прогнозов не дает, мы не слышали каких-либо серьезных движений в Комитете по монетарной политике. Помню, год назад хоть кто-то голосовал серьезно, выступал за повышение ставки, инфляция была высокой, а сейчас как-то эти разговоры немного утихли. Вкратце, если ВВП выйдет выше, чем 1,5%, 1,6-1,7% вдруг, как это было год назад, то фунт может даже уйти на новые максимумы. Заказ на товар длительного потребления тоже достаточно важный индикатор, единственная его проблема, он очень волатильный, он очень изменчивый, так что у этого показателя важны скорее какие-то экстремумы. Хотя вот они были в 2014 году, и я не думаю, что рынки и валютный рынок, фондовый рынок на это так бурно реагировали. Но это важный индикатор, отражающий внутренний спрос, причем спрос не на все продукты, а на те, которые стоят относительно дорого, потому что срок их потребления достаточно длительный, от 3 лет и выше. По канадцу будут новости, ставку Банк Канады, Центральный Банк Канады будет объявлять, ожидается, что будет 1%, как и было. И рынок первичного жилья, он тоже остывает, как и вторичка, вот несколько уже месяцев с начала года, вот был пик в начале года, когда это было в марте, был пик, и сейчас данные все ниже и ниже. Может быть как раз предупреждение рынку фондовому, всем остальным рынкам, возможно здесь как раз и будет первый звоночек. Но рынок жилья сейчас не выступает как драйвер, он не является столь важным для всех рынков, потому что проблем на этом рынке пока нет. Как говорят сейчас, есть пузыри везде и на фондовом рынке по чуть-чуть, и в Китае, и разные сектора, разные отрасли, разные активы подросли. Вот я недавно смотрел опрос крупных хедж фонд менеджеров, они указывали, что доллар недооценен, то есть валюты против доллара очень сильно выросли, и биткоин переоценен. Ну и еще несколько активов они указывали как переоцененные или недооцененные, ну то есть пузыри. Окей, четверг у нас наконец-таки ЕЦБ. В двух словах, если, то можно ожидать снижения объема выкупа облигаций до вплоть до 20 миллиардов, возможно до конца года даже оставят как есть, хотя нам обещали какое-то решение. Очень важно, что ждет ЕЦБ на 2018 год, потому что аналитики говорят, что не может ЕЦБ так резко остановить выкуп облигаций, все-таки это будет поэтапно делаться, поэтапно будут снижать уровень, объем выкупа облигаций. Что еще может быть? Ставку навряд ли изменят, ну это скорее однозначно даже. Изменению может подвергнуться объем выкупа, или же нам точно скажут о сроках, то есть, мол, принято решение, что там с 1 января будет такой-то объем, не вот ни с октября, ни сейчас, а в будущем, а в 2018 году вот такая-то сумма будет направлена на выкуп облигаций. Что ж, ждем, еще более важна пресс-конференция, на которой Мария Драги будет что-то, о чем-то говорить, отвечать на вопросы, на те вопросы, которые даже мы еще не знаем, может быть даже Мария Драги не собирался на эту тему говорить, но ему могут задать вопросы, так что будет интересно. Ну и, наконец, пятница ВВП, предварительный ВВП по США, тоже цифры разные выходят, и в прошлый раз было 3,1, сейчас ожидается небольшое ослабление до 2,6. Ну, в общем-то, за последние два года ВВП вот так вот колеблется между процентом и 3,3, 3,5, по-моему, здесь было 3,2. Собственно, неделя насыщенная за счет ЕЦБ, за счет данных по ВВП по Британии и по США, ну и вообще момент, если посмотреть на графики, момент достаточно интересный. Вот, к примеру, тот же евро, сейчас я переключу, вот фунт у нас находится на вот этой трендовой линии, может показать еще одну волну роста или же пробить, наконец, эту линию, зависит от данных, от настроений Банка Англии. У нас евро, секундочку, да, рынки S&P у нас на исторических максимумах, просто каждый день новые максимумы и усиление тренда, восходящего тренда, даже вот этот разворот, коррекцию небольшую внутридневную в пятницу, да, это было, нет, в четверг это было, даже ее откупили очень быстро, оставили тень, что говорит о том, что настроение быков достаточно агрессивное, они настроены уверенно, откупают даже внутридневные просадки, давно вообще не было какой-либо коррекции, хотя бы на 2%, я уже не говорю о серьезной коррекции. Золото тоже снижается на фоне роста фондового рынка, ну и, наконец, евро, вот евро, как видите, здесь может нарисоваться голова и плечи, вот мы сейчас второе плечо уже рисуем, одно плечо нарисовали, ну, будем считать, что это одно общее плечо, голова уже была и линия 1.16.70, где-то вот здесь, пересечение вот этой шеи нам даст сигнал об уходе куда-то вниз на 1.13, на 1.14. Если ЕЦБ в своих выступлениях, в своих решениях будет не уверен, слаб или никаких решений не примет вот на этом заседании, хотя обещали, но если они будут, скажем, малозначительные, никаких серьезных изменений в монетарной политике не будет. У меня все, всем желаю успешной недели, ставьте стоп-лоссы, тейк-профиты, всем профитов, будьте осторожны в четверг на заседании ЕЦБ. Продолжение следует...